2 марта в Ярославле стартует Розов Фест. Всероссийский театральный фестиваль пройдет на сцене Тюза в пятый раз. За неделю зрители увидят 11 спектаклей от коллективов с разных уголков страны. Кто приедет в гости? Какие произведения советского драматурга Виктора Розова и его последователей легли в основу постановок? Что нового появится в программе в юбилейном году? Об этом и не только прямо сейчас в программе «На повестке дня». Вас приветствует Екатерина Сысоева. Моя гостья сегодня Юлия Серова, заместитель директора Департамента культуры Ярославской области. Юлия Игоревна, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Как я уже сказала, Розов Фест пройдет уже в пятый раз. За свою историю на сцене театра юного зрителя он принял трупы МХАТа, молодежного театра на Фонтанке, театра около дома Станиславского и многие другие. В этом году кто приедет в гости? Действительно мы можем гордиться широкой географией фестиваля. И вот уже в пятый раз, помимо действительно признанных театральных столиц, театров Москвы и Санкт-Петербурга, к нам приезжают наши коллеги из разных уголков России. И в 22-м году это театры Барнаула, Челябинска, Татарстан представлен творческим коллективом города Мизелинск, Республика Карелия присылает свой театр. То есть это действительно широкая география, отражающая творческую палитру и современное состояние театрального искусства России. Все спектакли поставлены по произведениям Виктора Розова и его последователей. Но мне интересно, как именно формировалась афиша? Работу ведь специально отбирали? Действительно для нас очень важно сохранить традиции, заложенные драматургией Виктора Розова. Это нравственный гражданский человеческий выбор. И произведения, которые сегодня будут представлены, сейчас уже представлены в афише фестиваля Розова, это действительно произведения, говорящие о нас с вами, о наших родных и близких, о наших друзьях. И это действительно очень важно для молодежи понять, что не только сегодня возникает проблема выбора, а она была всегда. Рано или поздно перед каждым человеком стоит эта проблема. Какой выбор сделать? Быть счастливым или быть богатым? Быть умным? Сделать что-то очень легкое и правильное или пойти по очень трудному пути? Поэтому для нас действительно очень важно было отобрать спектакли, которые будут принимать участие в фестивале. И здесь мы работали с ведущими экспертами, критиками театральными, московскими, экспертами всем известной премии «Золотая маска». Они действительно помогали отбирать спектакли и приедут на фестиваль и будут работать в деловой программе, проводя мастер-классы, давая экспертную оценку спектаклям, работая со студентами. Правильно ли я понимаю, что в фестивале смогут принять участие еще и будущие театральные деятели, студенты Ярославского театрального института и колледжа культуры? Вот какие образовательные возможности Розов Фест предоставит им? Действительно, этим фестиваль и отличается от обычного проката спектаклей, от обычных гастролей, которые проходят. Действительно, для студентов будут образовательные, просветительские события. Это и встречи с критиками, это и творческие лаборатории. И одна из таких лабораторий действительно для нас это очень интересное событие. Модное сегодня слово творческий перформанс. И вот такие формы для студентов очень значимы. И студенты театрального института, и студенты училища, колледжа культуры примут участие. И в течение, так скажем, первой половины дня до вечера будут сделаны такие творческие работы, эскизы, которые за полчаса до спектакля в фойе театра студенты представят на суд зрителей. Поэтому действительно, это такая вот работа, помимо спектакля, если наши зрители придут чуть раньше, они действительно смогут погрузиться в такую интересную творческую, в том числе и студенческую фестивальную жизнь, и увидеть такие и творческие, и пластические этюды наших студентов, поставленные в рамках творческой лаборатории. А что же подготовил Ярославский тюзк к фестивалю? Какой спектакль покажет наша труппа? Ярославский тюзк к фестивалю подготовил премьеру. Это спектакль по пьесе Вампилова «20 минут с ангелом». Мы действительно говорим о советской драматургии, и имя Вампилова не менее значимо, чем имя Виктора Розова. Это действительно великий драматург, и это действительно и продолжение традиции Розова, это и продолжение русской классической драматургии. Поэтому закрываться фестиваль будет спектаклем Ярославского театра юного зрителя «20 минут с ангелом». Вот как раз-таки в этом году фестиваль пройдет еще и под знаком 85-летия этого драматурга Александра Вампилова. Как вы уже сказали, будет спектакль Ярославского тюза, но, насколько мне известно, будет еще один спектакль. Да, есть хрестоматийная пьеса Александра Вампилова «Утиная охота». Это то произведение, к которому очень часто обращаются театры, и юношеские театры, такие как театры юного зрителя, и драматические театры. Это действительно пьеса о вечном разговоре человека с самим собой. В исполнении Краснодарского театра у нас будет представлено вот это произведение «Утиная охота». Давайте немного поговорим об истории «Розофеста», тем более, что в этом году он отмечает свой первый юбилей. Как именно появился фестиваль, почему он носит имя драматурга Виктора Розова и какие идеи заложены в проект? Безусловно, с именем Виктора Розова ярославская территория очень связана. В 1984 году, 22 февраля, ярославский тюз открыл свои двери для зрителей. И это стало возможным благодаря действительно очень сильной гражданской позиции Виктора Розова. Многие ярославцы помнят, что строительство здания тюза, это был такой долгострой. И многие ярославцы уже отчаялись и не ждали, что когда-нибудь здесь действительно что-нибудь произойдет. И вот то, что театральное сообщество власти Ярославля, Ярославского региона, тогда обратились к ведущему драматургу Виктору Розову, и его участие, его позиции, озвученные и в Министерстве культуры, и в правительстве Советского Союза, тогда действительно очень активизировало стройку. И еще раз повторю, что 22 февраля 1984 года ярославский тюз принял своего первого зрителя. И первый спектакль, который был показан на сцене театра юного зрителя, это был спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», замечательное произведение. И это действительно такая очень близкая для нас история, которую мы продолжаем и сегодня. Безусловно, необходимо сказать о том, что с именем Розова и с его наследием, в том числе творческим, мы до сих пор связаны, потому что одним из организаторов фестиваля является Сергей Розов, сын Виктора Сергеевича. Мы действительно гордимся этим сотрудничеством. Действительно, для нас очень важная традиция, поэтому мы и гордимся, и надеюсь, что мы ее сохраним и продолжим. Понятно, что рядовой зритель вряд ли просетит все 11 постановок фестиваля. Вот на ваш взгляд, какой спектакль обязательно следует посмотреть, и вообще где можно ознакомиться с полной программой? Как всегда, полная афиша фестиваля опубликована на всех сайтах, во всех социальных сетях, которые ведет театр юного зрителя, на культуре Ярославии. Люди могут узнать информацию об этом фестивале. Мне очень сложно говорить, потому что, безусловно, афиша очень интересная. И действительно, спектакль, о котором мы говорили, это спектакль «Мальчики по пьесе Виктора Розова», и «Утиная охота», и «20 минут с ангелом», и «В день свадьбы». Это действительно очень важное произведение, и хорошие спектакли, это хорошая драматургия, это хороший повод еще раз говорю, задуматься о себе, и задать себе иногда не очень удобный, но очень правильный вопрос. Поэтому я думаю, что это и прийти с родителями, и прийти с друзьями на такие спектакли, это всегда очень нужно и всегда очень ценно. Благодарю вас, Юлия Игоревна, за интересную беседу. А на мои вопросы отвечала Юлия Серова, заместитель директора Департамента культуры Ярославской области. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. В студии работала Екатерина Сысоева. Всего доброго и до встречи в эфире.